здравствуйте очень многих интересует вопрос как правильно выбрать яйцо на инкубацию какие критерии стандарты круглое яйцо или яйцо такой овальной формы тоньше ну что я хочу сказать о породах по яйцу что каждая порода несет свои свое яйцо индивидуально некоторые породы так и несут таки продолговатые яйца некоторые породы полностью круглое яйцо есть большие яйца есть яйца поменьше размер яйца и вес зависит еще от породы вот я вот выбрала вот отобрала несколько пород готовлю к инкубации хочу некоторые породы еще себе до инкубировать кое-что мне хотелось бы еще добавить к молотняку и хочу показать вам вот какие яйца идут с какой яйцо инкубационные вот я буду заложивать сейчас и расскажу вам вот стандарт ну стандарты как бы по породе начну коричневое яйцо французских кур маранс яйцо вот крупная курочка мясо яичной породы маранс французская порода окрас у меня маранов черно-медный такое интересное яйцо французы называют что это курочка которая несет пасхальные яйца их на пасху не надо окрасить ну тут все просто так яйцо марана более-менее такой правильной формы нужно смотреть чтобы не было трещин совсем аж черная с этой стороны чтобы не было трещин более-менее правильной формы яйцо стандарт по породе как бы я бы сказала вот приблизительно вот как это вот яйцо должно быть по породе зеленое яйцо синдянь вот такие зеленые яйца синдянь китайские курочки синдянь как говорят китай не перестает удивлять китайские курочки синдянь они несут яйца зеленого цвета не бирюза вот как вот яйцо араукана лихбара вот такая бирюза нежная они вот даже вот не передается цвет полностью вот может с белым настолько вот зеленое яйцо синдянь китайцы признали яйцо синдянь лечебное как яйцо перепела некоторым показателям они даже превышают по питательности микроэлементов макроэлементах яйцо перепела даже что хочу сказать по этих курочках синдянь хорошая порода они мне нравится как не сушки курочка вес около килограмм 200 кило 300 курочка начинает очень скоро нести с 4 месяца при малой веса при малом весе они несут хорошее яйцо достаточно крупное питательное яйцо и перепела нужно проблемно содержать зимой потому что им нужно хотя бы минимум пятна плюс 15 перепелу а курочки синдянь спокойно переносят зиму спокойно вместе со всеми породами несутся зимой и спокойно переносят зиму дальше вот возле них вот яйцо подуан золотой кибело снежное яйцо несет подуан такие интересные птички я вам когда-нибудь про них расскажу там курочка около 900 грамм петушок около килограмма несутся тоже с 5 месяцев шапочкой с бородой у них отсутствует гребешок типа фазаний тип вот очень интересная птичка яйцо брома темная ну то конечно яйцо очень крупная птица большая темная бром яйца очень крупная но это когда на инкубацию отбирать то конечно нужно таки стандартные более менее яйцо очень большое и очень маленькая вот стандарты как бы по породе более-менее яйцо должно быть одинаковое вовеса формы яйцо гиганта джерси эта птичка у меня появилась а благодаря моей подруге которая живет в штатах в сиэтле два года назад она приезжала в украину в отпуск и везла мне яйцо джерсиков гигантов джерси везла яйцо мне со штатов и яйца шаму вот шаму ничего не получилось а там 22 20 пленочка вылупилась один погиб сразу а второй ножки на шпагат и шли я пыталась спасти связывала ножки всякие методы придумывала методы и сыр этого творогом кормила и кальций и витамин и чем больше роз цыпленок и тем больше он ставал ложился на шпагат и так по нем начали бегать другие цыплята умучился ну и вот такая судьба его было не хочу дальше рассказывать дальше а вот с гиганта джерси у меня получилось семья и успешно развела эту семью гигант джерси очень классная птица я когда-то когда-нибудь я буду делать видео именно обзор породы гиганта джерси тогда подробнее уже расскажу это яйцо немецкий форверк там видео уже есть на моем канале немецкий форверк мне друг привез создание из выставки я развела эту породу яйцо крупная птица мясо яичного направления красиво смотрится очень я уже там видео есть на моем канале форверк яйцо крупная хорошая несутся с шести месяцев эффектно смотрится . я очень люблю но есть породы которая от ручные идут в руки все на форверк синдянь они такие не доверяют как бы чуть-чуть не доверяют чуть-чуть такие с осторожностью заходишь к ним в клетку захожу они так настороженно надо очень так спокойно зайти выйти чтобы не взлетали вот синдяне тоже такие надо осторожно бачком бачком яйцо брама поливая откроется драма поливаю а вот яйцо темной брамы темной брамы намного больше яйцо поливая брама она хороша еще как не сушка мне мне нравится немного яиц несут поливая брама хорошая брама несутся скорее чем темная брама и больше яиц немного несут чем темная брама яйцо китайских шелковых корочек вот киечко кулинки несут китайские шелковые курочки у меня там видео на канале уже есть по китайские шелковые курочки китай что общего коронавирус ковид 19 и шелковые курочки или курочки синдян что у них общего между собой ковид 19 и шелковые курочки а общего у них одна родина китай вот так вот такие дела вот такие шелковые яйца ну как я сказала на инкубации нужно вот по породе выбирать вот вот видно как по породе стандарт вот типа вот по породе очень нравится яйца маранов зеленые яйца меня часто очень покупают такие яйца зеленые и и красное яйцо синдяне коричневое яйцо синдяне покупать дети любят такие яйца не разноцветные на пасху не надо красить яйцо химией они уже натуральные крашеные природой яичко вот такие дела еще что хочу сейчас еще сказать вот когда отбирается на инкубацию вот в интернете вот много пишут что нельзя брать яйцо мраморное вот оно таких крапок крапочками такими точечками и прозрачная и три точечки плотные такие вот видно как мрамор что я хочу сказать что у меня была курочка вот породы палевой брамы я и когда-то привезла с выставки но яйца несла только мраморные вот только мраморные яйца несла из которых всегда ну как 80 процентов вылупливался молоднячок цыпленочек хороший так что можно поспорить про этот миф что с мраморного яйца ничего не ничего не получается получается я пробовала потому что курочка была очень ценная хорошая такая курочка такой стандарт шикарная курочка поэтому я не хотела терять ее яйцо ну она несла вот именно всегда мраморные яйца с которой хороший молодняк вырос но даже и не знаю вот и и теперь и нету никого мраморного яйца хорошее яйцо скорлупа твердая хорошее яйцо вот это хочу рассказать потом хочу еще рассказать у меня был случай когда-то давно я только почек начинала заниматься птицей это было может может уже вот уже около десяти так не было где достать птицу тогда не с италии передали яйцо индийский бегунок зеленое такое яйцо и араукана яйцо вот процессе перевозки одно яйцо араукана и яйцо индийского бегунка была трещина у бегунка была трещина от остром конце трещина была такая даже выбита дырочка араукан где-то так вот на середине была трещина но мне так было жалко их выкидывать эти яйца и я придумала заклеить их медицинским пластырем вот так кусочек вот так именно кусочек у того где было вот так и так двойным таким кусочком один кусочек а потом 2 и так и так же сделала вот вот здесь а тут у низко бегунка аж было тут дырочка пробита было я заклеила так сам медицинским пластырем яйцо уложила в инкубатор правда на венкубатор и было моему высокому такому удивлению большому когда я увидела там через неделю зародыш развиваются было очень интересно наблюдать за такими яйцами вылупиться не вылупиться замрет этот зародыш что с ним будет после выживет не выживет проклюнется что было очень интересно что вылупился и индийский бегунок вылупился с яйца и араукан и араукан стал проклевываться просто вот на краю пластыря на краю пластыря араукан стал проклевываться то есть в середине вот как раз крышечку цыпленок стал проклевываться тогда я пластырь пластырь этот забрала и так цыпленочек у меня вылупился очень была удивлена очень таких такой эксперимент я провела жалко было терять яйцо такое с таким трудом было досталось вот так что когда слушаешь вот рекомендации всякие там рекомендуют то сё но на практике я испробовала много чего не бойтесь экспериментировать даже если вы получила яйцо с трещиной постарайтесь его заклеить пластырем через три дня уже видно в инкубаторе если просветить три дня инкубации яйцо просветить на авоскопе уже уже видно таки паучок тоненькие такие ну и как ножки это уже сердечко и кровеносная система пошла вот не наблюдаю даже интересно за такими экспериментами думаю что то интересно вам было с этой информацией подписывайтесь на канал буду очень рада вас видеть в комментарии ваши почитать всем пока спасибо